Мистик принципиально отличается от всех других инструментов. Для создания звука он использует три параллельных гребенчатых фильтра. Гребенчатый фильтр – это такой же фильтр, как в других синтезаторах, но если посмотреть на график его частотной характеристики, мы увидим равномерно расположенные пики, что и напоминает гребенку. Фильтры закольцованы сами на себя. Вот здесь это и показывается. Это создает резонирующий тон. Давайте попробуем создать инструмент, который в какой-то степени напоминает орган. Самое лучшее место для начинания – это вверху посередине. Здесь, в центре, мы выбираем импульсный звук. Это тот звук, который будет направляться на фильтре справа и слева. Кликнув по окошку с именем, у нас появится шесть различных опций. Я хочу начать с импульса Partial at 5. Сейчас, если нажать несколько нот, ничего особенного мы не услышим. Но когда мы закончим свои настройки, звук изменится разительно. Прежде чем мы начнем крутить ручки, чтобы настроить фильтры, мы должны настроить первую и вторую кривую, которые находятся в цепи прохождения сигнала. Обе кривые настроены на создание короткого обрывистого звука. Я сыграю вам. У вас должна быть выбрана закладка Envelope. Выбрать надо Envelope 1. Атаку поставьте 28, Decay 0, Release 28, а Sustain на сотню. Если вы не знаете, что это за параметры, посмотрите Monoog. Там мы говорили про атаку, Decay, Release, Sustain. О других закладках, модуляторе, Velocity мы поговорим несколько позже. А сейчас займемся второй кривой. Атаку поставьте 2, Decay, Spot на 17, Release 28, а Sustain 5. Мы далеко еще не все сделали. А пока такой звук. Поднимемся наверх и займемся двумя гребенчатыми фильтрами. Что здесь удобно, у нас есть пресеты фильтров. Вот здесь и справа тоже. И, конечно, мы можем выбрать Custom и накручивать фильтры самостоятельно. Обратите внимание, что изменения, которые мы делаем в одном фильтре, в инвертированном виде проявляются в другом фильтре. Если вы хотите, чтобы фильтры изменялись независимо, при настройке удерживайте Shift. Я думаю, вот такой вариант нам подойдет. Давайте разберемся с контроллерами посередине. Первый, который нужно настроить, это Cut. Вообще-то это создание оффсета, сдвига контура фильтра, что, в принципе, работает как обычный Cut of Controller на фильтре. Управление обрезанием фильтра. Если вы хотите использовать полный частотный диапазон фильтра, то крутите ручку на всю. Давайте поставим обрезание где-то на 92. Далее мы настроим демпфирование. Демппинг управляет низкочастотным фильтром 6 дБ на октаву, который действует на звук, идущий обратно в фильтре. Звук становится мягче при затухании. Поднимем величину до 80. Вот так звучит гораздо лучше. Напоминает гармошку. Мы можем подстроить импульсный звук, используя ручку Course, но я думаю, что и так неплохо. Субтитры создавал DimaTorzok